Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». Сегодня о профориентации. У нас в гостях Жанна Королёва, заместитель министра труда и занятости населения Рязанской области. Скажите, как предостеречь старшеклассников, чтобы им потом не пришлось искать работу? На сегодня действительно специалисты с уровнем образования юристы, экономисты, бухгалтеры испытывают проблемы с трудоустройством и гораздо легче устроиться на работу, причем на высокооплачиваемую работу выпускникам колледжей. Именно на эти цели и настроена наша профориентационная работа. Престиж рабочих специальностей поднимается, однако на предприятиях есть недостаток кадров. Какие специальности сейчас нужны? На сегодняшний день впервые вообще в регионе у нас разработан прогноз потребности региона в квалифицированных кадрах на 7-летний период. То есть мы спрогнозировали ситуацию вплоть до 2020 года включительно. Значит, это будет живой документ, документ, который нельзя положить в стол. Он необходим нам для того, чтобы с одной стороны корректировать контрольные цифры приема в учебные заведения, а с другой стороны точечно направлять свою профориентационную работу. Если остановиться на самом прогнозе поподробнее, у нас идет разбивка по видам экономической деятельности и на первом месте по потребности находится обрабатывающая промышленность. То есть это около 30% всей потребности региона. Далее по убывающей идет транспорт и связь, строительство, здравоохранение и другие отрасли. Если говорить о конкретных специальностях, то регион испытывает самую большую потребность в инженерах, в медицинских, социальных работниках. Причем медики нам нужны как с высшим образованием, так и со средним. Из рабочих профессий огромная потребность, о которой заявляют все работодатели. Это токари, слесари, штукатуры, каменщики, операторы связи. Как сейчас налажен контакт предприятия с образовательными учреждениями? Контакт сохранился, пожалуй, на сегодня только в предприятиях оборонной промышленности. Именно они не потеряли связи с образовательными организациями. И на сегодняшний момент у них уже действуют и заключены договоры о сотрудничестве, о социальном партнерстве, о прохождении студентами практики. Министерством труда и занятий разработаны двухсторонние и трехсторонние договоры. Двухсторонние – это мы говорим об образовательной организации и работодателе. Трехсторонние у нас подключается. Третья сторона – это обучающиеся. Эти формы договоров мы рекомендуем сейчас внедрять, и я думаю, что активно они будут внедряться в самое ближайшее время, в практику. Основная цель именно трехсторонних договоров – закрепление студентов. То есть недостаточно сейчас просто получить образование. Необходимо уже знать, где ты будешь работать после того, как у тебя будет в кармане диплом. И поэтому в трехстороннем договоре предусмотрена обязательная обязанность работодателя трудоустроить студента и обязанность с другой стороны студента отработать на этом предприятии определенное время. Профиориентацию планируется вести в старших классах. Есть какой-то положительный опыт тоже? Да, на самом деле, немножечко хотела бы уточнить. На сегодня действует план мероприятий дорожной карты по профессиональной ориентации школьников и их родителей. И более того, мы считаем, что профиориентацию все-таки нужно начинать с младших классов. Потому что, как показывает практика, младшие школьники наиболее отзывчивы к профиориентационным мероприятиям. Конечно, мы проводим эти мероприятия только в игровой форме. То есть это конкурсы рисунков на тему профессий. Если мы говорим о среднем звене 7-8 класса, то мы стараемся детей приводить на экскурсии, проводить тестирование с ними по выбору профессий. И самое главное, наверное, направление профиориентационной работы на сегодня – это родительские собрания в новом формате. Практика показывает, что профиориентационная работа проводилась и раньше, но совершенно было упущено звено, огромное звено, которое оказывает влияние на дальнейший выбор ребенка – это родители. Именно поэтому родительские собрания проводятся сейчас совершенно в новом формате. На них приглашается в обязательном порядке специалист Центра занятости населения, который рассказывает как раз о ситуации на региональном рынке труда в целом, о том, какие профессии, специальности и направления подготовки будут востребованы в ближайшее время или через 3-5 лет, то есть когда ребенок закончит обучение. Второй блок родительских собраний – это работодатель. То есть работодатель рассказывает о своем предприятии, и родители имеют возможность с первых уст услышать, какую заработную плату будет получать их ребенок, какой социальный пакет готов предоставлять именно этот работодатель своим работникам. И третий блок – это уже образовательное учреждение. То есть третий представитель – представитель СУЗа среднего образовательного учреждения, который рассказывает о том, где можно обучиться для того, чтобы работать именно у этого конкретного работодателя. Вот таким образом мы пытаемся замкнуть вот эту логическую цепочку родителей, образовательного учреждения, работодателей. Именно с той целью на родительских собраниях раздаются информационные материалы. То есть вернувшись домой, мама и папа имеют возможность обсудить с своим ребенком то, что они узнали. А ребенок накануне, как правило, мы таким образом строим свои профориентационные мероприятия, ребенок побывал на экскурсии на этом именно предприятии, о котором родители узнали уже на родительском собрании. Что касается людей с ограниченными возможностями, какая работа тут ведется? Надо отметить, что трудоустройство инвалидов является приоритетом государственной политики занятости всей Российской Федерации. Конечно, наш регион не исключение. В рамках 597-го майского указа президентов мы проводим мероприятия по оснащению и созданию рабочих мест для инвалидов. Именно с этой целью мы помогаем работодателю возместить его затраты на создание такого рабочего места. Работа ведется не первый год, и на текущий год мы запланировали создание 194 рабочих мест. Это достаточно много, и мы готовы помогать работодателям именно финансово. Сумма финансовой поддержки составляет почти 70 тысяч рублей. И более того, на федеральном уровне сейчас идет речь о том, чтобы выделять дополнительные средства не только на оснащение самого рабочего места для инвалидов, но и обеспечение инфраструктуры доступа к этому месту. Если вопрос будет решен положительно, то сумма финансовой поддержки еще увеличится. Существует не только создание и оснащение рабочих мест специально для этой категории граждан. Мы занимаемся их прямым трудоустройством. То есть в министерстве, на официальном сайте нашего министерства существует специальный альбом вакансий для людей с ограниченными возможностями. В режиме реального времени банк вакансий обновляется ежедневно. Каждый инвалид может посмотреть эту базу, узнать, где он может работать, адрес местонахождения работодателя, уровень заработной платы, какие-то льготы, социальный пакет. То есть это очень удобно, что не выходя из дома, лица с ограниченными возможностями имеют возможность выбрать для себя что-то подходящее. И еще одно из направлений нашей работы по трудоустройству инвалидов – это квотирование. То есть до недавнего времени действовал областной закон о том, что предприятия со средней списочной численностью свыше 100 человек обязаны выделять квоту в размере 2% от средней списочной численности для трудоустройства инвалидов. Естественно, этого было недостаточно. И вот уже в ноябре 2013 года Рязанской областной думой был принят закон Рязанской области о квотировании уже предприятий малого и среднего бизнеса, то есть численностью от 35 до 100 человек. Квота для этих работодателей составит уже 3%. Очень надеемся, что все принимаемые нами меры приведут к повышению уровня трудоустройства инвалидов. Кроме того, мы активно сотрудничаем с общественной организацией инвалидов, в частности с региональной организацией «Перспектива». Проводим совместно с ними семинары для лиц с ограниченными возможностями и тренинги для работодателей. Расскажите о банке резюме для пенсионеров. Да, с удовольствием расскажу, потому что в регионе проводятся уже традиционно два раза в год ярмарки-вакансии для пенсионеров. Мы их проводим весной и осенью. Параллельно с городом Рязанью аналогичные ярмарки в этот же день проводятся в муниципальных образованиях, то есть Копин, Сасова и Касимов. Да, впервые на последней ярмарке мы решили создать банк резюме пенсионеров. Люди предпенсионного и пенсионного возраста с удовольствием оставляли свои контактные данные, свои пожелания к будущей работе. И проанализировав их анкеты, мы пришли к выводу, что всем им не хватает, что бы могло способствовать их трудоустройству. Это получение компьютерной грамотности. То есть на взгляд наших пенсионеров именно это мешает им трудоустроиться. И в связи с этим губернаторам Рязанской области было дано поручение о расширении сети центров обучения компьютерной грамотности для пенсионеров. И на сегодняшний день мы можем сказать, что в каждом муниципальном образовании существует такой центр. Преподавателями в этих центрах выступают волонтеры, то есть это абсолютно бесплатно, как и абсолютно бесплатно для пенсионеров само обучение. Кроме того, хотелось бы сказать об отдельной программе, реализуемом нашим министерством. Это программа «Бабушки и дедушки онлайн», в рамках которой мы тоже обучаем пенсионеров. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Всего самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова